Хайрлирте, с добрым утром, уважаемые телезрители! Начинаем передачи местного телевидения. Сегодня 9 февраля, среда. Уважаемые телезрители, вчера 8 февраля состоялась 12-я сессия городского совета народных депутатов. В повестке дня стояли вопросы об итогах работы администрации в 1993 году, о социально-экономическом развитии района в 1993 году и прогнозе на 1994 год, о бюджете района в 1994 году и исполнении бюджета 1993 года. О том, как прошла сессия, вы увидите в последующей нашей передаче. В колхозах и совхозах района проходят отчетно-перевыборные собрания. Руководители, специалисты колхозов, совхозов подготовили содержательные доклады, в которых подводятся итоги работы за 1993 год. В этом году отличительной особенностью собрания является возросшая активность зала. Крестьяне поднимают целый ряд проблем, касающихся вопросов строительства, полеводства, животноводства, экономии и бережливости, заработной платы, телефонизации, газификации. В собрании принимают участие представители местной администрации управления сельского хозяйства и продовольствия райкома профсоюза агропромышленного комплекса. Теперь посмотрите, как прошло отчетно-выборное собрание в колхозе «Коммунар». Жилучилар олдында доклад билен колхоз житекшесы Карам Каримьянович Шаймухаметов шығыш естады. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Данные микропереписи необходимы для разработки социально-экономических прогнозов, социально-демографических прогнозов. В нашем районе переписи будут проводиться по заранее отобранным участкам. Это будет в Байгузинском, Максимовском и Шудевском сельских советах. Также микропереписи подпадает дом по улице Некрасова, дом номер 23, два дома по улице Советской и также 5% населения северной и южной части нашего города. В микропереписи будут проводить специально подготовленные счетчики. Они имеют при себе удостоверение, подписанное главой администрации и начальником районного отдела статистики. Счетчик посетит ваш дом дважды. Квартиру в первый раз 12 или 13 февраля запишет общую численность проживающих в домохозяйстве и договорятся о времени удобном для вашей семьи, чтобы застать большинство членов семьи и опросить с 14 по 23 февраля 1994 года. Ваши ответы используются только для получения сводных данных по Республике Башкортостан по России. Работникам микропереписи запрещается сообщать, кому бы там не было, содержание ваших ответов. Просим вас, уважаемые жители, помочь проведению микропереписи населения и сбору достоверных сведений. Спасибо за внимание. Спасибо, Ирина Карамновна, за разъяснение. В последнее время мы слышали много докладов, где подводятся итоги прошедшего года. Нас радует то, что и в городе, и в районе, несмотря на финансовые затруднения, строятся жилые дома, объекты соцскульптбыта, проводятся газовые магистрали. И в этом немалые заслуги человека, которого вы видите на голубых экранах. Это заместитель главы местной администрации Фирус Канифович Мухаммеддинов. Безусловно, 1993 год был трудным, но не менее трудным ожидается и 1994 год. Хотелось бы верить, что и в этом году нас будут радовать новые прекрасные архитектуры жилые дома, очаги культуры, голубое топливо в домах тружеников колхозов и совхозов. Мы искренне желаем вам, Фирус Канифович, чтобы ваша неиссякаемая энергия, оптимизм и настойчивость всегда сопутствовали вам в труде на благо жителей города и района, успехов вам во всем, крепкого здоровья и семейного благополучия. Мы искренне поздравляем вас и передаем вам песню. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Уважаемые телезрители, на этом наша передача окончена. Желаем всем вам доброго рабочего дня. Сова была вас.